Интернет-мошенники изобретают новые способы выманивания денег у казахстанцев. Преступления совершают даже под видом официальных средств массовой информации. Наш телеканал не стал исключением. Мы уже направили жалобу, а заодно попытались разобраться в нюансах незаконной схемы. Андрей Деменок выяснил, легко ли привлечь мошенников к ответственности. Каждый житель Казахстана может рассчитывать на возврат уплаченного налога НДС за несколько лет. Сумма к выплатам составляет примерно около 1 миллиона тенге. Такие новости своего телевизора наверняка хотел бы услышать каждый казахстанец. На это и расчет. А еще для убедительности поставить на заставку фотографию медийной личности. К примеру, ведущего республиканского канала. Объяснение происходящему простое. Люди доверяют Хабар-24. Поэтому наши видео мошенники используют в своих целях. Я могу лишь сказать, что нужно проверять информацию и верить официальным СМИ. Всего на востоке страны на подобную выплату могут претендовать около 158 тысяч человек. А это отрывок одного из сюжетов журналистов Хабар-24. Его авторы фейкового ролика для убедительности также решили использовать в своей работе. Правда, любой человек, работающий с видео, сразу заметит многочисленные ляпы мошенников. Могу сказать, что это фейк. Фейк почему? Во-первых, небрежная работа. Небрежная работа – это микропланы, идет уже сразу не свой голос. И там идет что-то вроде этого виртуального ведущего. Чтобы вам было проще, наш корреспондент на своем примере покажет весь процесс получения выплаты. А дальше этот якобы корреспондент на протяжении 10 минут рассказывает о многочисленных операциях, которые позволят вернуть средства. Причем денежная сумма растет прямо на глазах. А в конце – самое интересное. Итак, давайте оплатим услуги юриста. Нажимаем на ссылку для оплаты. Заполняем данные карты. А дальше они попросят отправить их на указанный адрес. На этом, собственно говоря, и все. Позднее вслед за данными уйдут и деньги со счета доведчивого телезрителя. У нас были случаи, когда использовались подводки с нашими ведущими, но производилась при этом переозвучка. Во всех подобных случаях, точно так же, как и здесь, при использовании товарного знака, мы подаем жалобу в YouTube. Доказываем, что товарный знак принадлежит нам, либо что используется наша интеллектуальная собственность. И YouTube, в принципе, рассматривает данные жалобы и проблем с удалением данного контента нет. Есть проблема с тем, что данный контент возникает. Найти мошенников очень сложно, еще тяжелее их задержать. Многие из них находятся далеко за пределами республики. А значит, самый действенный способ не попасться на их удочку – внимательность. И не стоит забывать, что легких денег в природе практически не бывает. Пусть их тебе даже предлагают телеведущие популярного канала страны. Андрей Деменок, Нургалима Мурбаев, Хабар, 24.